Мы видели, что с каждым матчем, как минимум в двух, команда хозяев стабилизирует свою игру, который прибавляет. Понять, насколько оборонительный футбол будет или с высоким прессингом, контр-игрой мы пытались угадать. Потому что игра с торпедой, игра с чайкой команды хозяев была совершенно по-разному. Просто течение событий совершенно по-разному. Но сегодня команда глубоко не садилась, хотя надо отдать должное. Очень быстро отходила при потере мяча. И мы нашли слишком мало моментов, которые могли бы быть такими опасными. Все время успевал файтл садиться. Наверное, все-таки по количеству моментов мы превзошли серьезно команду хозяев. Понятно, что и давление на нас, много длинных передач со сбросом, где мы не выглядели достаточно убедительными в этой ситуации, особенно в начале встречи. Повлияло на ход, на течение игры. Могу сказать, что, конечно, ничья – это не проигрыш, но, наверное, мы хотели больше. Пожалуйста, вопрос. Игорь Витальевич, можно сказать, что из-за многочисленных травм у вас зона правого защитника стала такой проблемной? Три тура, три разных футболиста, и сегодня камыш, фонд как знаменательный, но точно не защитник. Ну, мы еще и для нас новый футболист Юра Завезем, право нападающего играет, хоть он три матча сейчас играет, всегда в стартовом составе. И, в общем-то, мы определенные замены делаем. Там Риткович травму получил, который играл в первом матче с Чайкой, в следующем матче, два матча играет Михайлов. Действительно, стабильности в правой части нашего футбольного поля не хватает. И мы не успеваем наиграть какие-то ситуации. Ну, и по большому счету, некоторых даже приходится, как камышев, позиции менять. Потому что он по своему амплуа всегда был опорный полузащитник. Ну, в общем-то, все есть для того, чтобы играть на позиции и крайнего, и центрального защитника. Вот. Сегодня мы вот такое решение приняли. В принципе, для, так сказать, первой игры достаточно нормальный матч. Нормальный матч. Пожалуйста, еще вопрос. Продолжение вопроса. Когда должно все-таки восстановиться Паршиков, Бортасевич? Это не просто. Паршиков, Бортасевич. Бортасевич где-то на неделе начнет тренироваться только в общей группе после двухмесячного перерыва. Где-то два месяца он пропустил, поэтому все равно ожидать его очень скоро нельзя. Еще в общей группе он не тренировался. Паршиков, у него травма, конечно, попроще была, потому что у Бортасевича операция была на плечевом составе. Паршикова, ну, наверное, еще неделю, дней десять он не будет тренироваться. Травму получил в матче с Чайкой. Рядькович уже у нас начал тренироваться, но пока еще совсем два-три дня, мало. Сегодня он был, он уже готовился к матчу, но до конца отыграл Михаил. К сожалению, у нас еще и по горшкову есть проблемы, замена вынужденная, и что будет, как будет, мы не знаем. Какие замены, перестановки нам приходится делать. Как-то так вот, травмы выбили у нас примерно, вот, ну, так, точечно стали выбивать в позицию в одну-две. И, значит, мы встречались с вами весной, и качество газона было, ну, многие говорят, неудовлетворительным. Сегодняшнее состояние поля позволило играть в тот футбол, который вы хотели? Знаете как, с одной стороны, вот поле действительно уже лучше, газон подготовлен лучше. Но из-за того, что немного поле пересохшее, вы, наверное, обратили внимание, сколько было вот таких ситуаций, когда футболисты, ну, наступили на мяч, как на жвачку, заживали его где-то так вот, какие-то потери были, которые, ну, не должны быть. И, ну, может, мне как тренеру кажется, что у нас таких потерь почему-то всегда больше. Ну, скажу так, это бывает, когда поле медленное, и, ну, чтобы для этой ситуации газон был кладен, действительно хороший, идеальный, поле поливает. Не могу сказать, что мы там всегда тоже его идеально поливаем, вот, но все-таки теплый день, вчера не было дождя, и поле было немножко медленное из-за этого. Наверное, если бы оно было чуть быстрее, считаю, что вот команды по стилю такие, что все-таки преимущество дало бы это больше нам. Все-таки команда хозяев играет более другой футбол, там длинные передачи, подборы, и действительно это было так, ну, это был как вариант такой тактический, который выстроен, он не случайный, он исходя из, там, лучших качеств каких-то игроков определенных, там, вот. Но то, чтобы поле было бы, если бы более влажное, меньше такого плана потерь было, это сто процентов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok